ЗАИМСТВАЛИ Таков исторический процесс, наверное, в любом языке, поэтому стоит только смириться и, конечно же, знать корни. Не забывай свои корни, как пела группа Каста. И первое слово, с которого я хочу начать, это слово СМОКИНГ. Как так получилось, что СМОКИНГ, который вроде бы смоу-кейнг, что означает курение или курящий, вдруг стало костюмом для каких-то торжеств? Дело в том, что изначально это был СМОКИНГ-джакет, то есть какая-то куртка или, опять же, пиджак для курения, чтобы выходить на балкон или там в холодное какое-то время года на улицу, чтобы покурить. И как-то вот таким образом получилось, что СМОКИНГ стал СМОКИНГом по-русски. Но есть одно НО. Мне кажется, что у нерусскоговорящего человека, который решил выучить русский язык, просто может поехать крыша, потому что, смотрите, СМОКИНГ это не СМОКИНГ, а СМОКИНГ это ТАКСИДО. Да, именно так называется костюм для торжеств. ТАКСИДО, ТАКСИДО. И он ничего общего со СМОКИНГ так-то, по идее, не имеет. Но если я не прав, обязательно пишите комментарий, подискутируем. Ещё пройдёмся по одежде. Следующее слово – ХУДИ. Слово достаточно популярное, и на русский это переводится фактически как БАЛАХОН или КОФТА С КАПЮШОНОМ. Так вот, КАПЮШОН-то и кроется в названии этой вещи, потому что ХУДЬ это КАПЮШОН. И отсюда ХУДИ это типа КАПЮШОНОВАЯ КАПЮШОННАЯ КОФТА. Всё очень просто. Кстати, знаете, что и Робин Гуд был не хорошим от слова ГЮД, а он был Робин ХУДЬ, потому что он КАПЮШОН носил. Вот такой вот вам ликбез. И я очень надеюсь, что вы помните мой первый ролик про краткий О и долгий У. И вот именно краткий звук в этом слове и есть. ХУДЬ, ХУДЬ, ХУДЬ. Не ХУУДЬ. Не надо делать трубочку из губ. Если кто не помнит, обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании. И последнее слово, связанное с одеждой из этой троицы – это слово СТРЕЙЧ. Я не знаю, почему там появился звук Й в русском языке. По идее, это слово СТРЕЙЧ – это то, что тянется. Это вид ткани, которую можно фактически растянуть. Поэтому никого там СТРЕЙЧ нету. Есть только СТРЕЙЧ, СТРЕЙЧ и СТРЕЙЧ. Также это глагол ТЯНУТЬ или РАСТЯГИВАТЬ. И туда же можно отнести и СКРЕЙЧ, как некоторые по ошибке говорят. Нету никакого Й там тоже. Это СКРЕЙЧ, СКРЕЙЧ, СКРЕЙЧ. Идём дальше. Слово номер четыре – слово КРЕКЕР. Почему же так вышло, что какая-то печенька называется КРЕКЕРом? Потому что по-английски TO CRACK – это ломать. Так вот, в этом и дело, что это печенье легко сломать, и его можно разломать и есть по кусочкам. Фактически это переводится ЛАМАЛКА или типа того. Либо, может быть, оно так называется, потому что его легко сломать, если вы будете где-то перевозить его в чемодане. Who knows? И последнее на сегодня – ПИАР. Очень многие, даже бабушки, знают это слово, но понятия не имеют, что это такое. Это аббревиатура, которая означает ПАБЛИК РЕЛАЩИНСЬ. Ну и ПИАР тоже так же называется. И означает связь с общественностью. Есть куча факультетов в различных универах, посвящённые именно этому делу. И оттуда вырастают всяческие годные и негодные пиарщики. Это слово можно запомнить, потому что оно начинается на те же две буквы, что и слово PROMOTION, потому что именно этому это ремесло и учит. Конечно, пиарить вы не будете говорить to PR, вы будете говорить to promote, то есть продвигать кого-то или что-то, например, какой-то продукт. Ну а если вы хотите использовать пиар как существительное, то лучше обойти словом HYPE, потому что это почти что одно и то же. То есть заострять своё внимание на чём-то, на какой-то теме и раздувать из неё целого слона. И очень удачно совпало, что это как раз последнее слово на сегодня, и я очень хочу, чтобы вы мне помогли в промоушене этого канала. Это же не так сложно нажать на кнопку и репостнуть этот ролик ВКонтакте или на Фейсбуке, чтобы ещё больше людей узнало о том, чем я занимаюсь. Канал должен расти, поэтому давайте вместе над этим потрудимся. Ну и как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и удачи! Alex Lynch, Lynch English, see ya! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok